МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комиссия ведут зверку списов выборщиков. По словах самих членов комиссии, особливых проблем с проведением этой работы не возникает. Олег Сенцеров ознайомился со станом справ. Об на доходящих выборах у Жлобини нагадують шматлики рекламной щиты и в уличной растяжке. У Вугли город живе у звычайном ритме. До открытия новой вытворчасти ректуется основное местовое предприемство, белорусский металлургичный завод, стабильно працуе социальная сфера. У Вугли жлобинчанам есть, чем паравновать сегодняшнее становище. Утымлику из не таким уже далеким часом. Когда я в 94-м году, работая в школьной библиотеке, получала 13 долларов среднюю заработную плату и могла купить одни туфли и то из ненатуральной кожи, то сегодня, конечно, уровень и мой лично, и людей, которые работают рядом со мной, заметно вырос. Ситуацию у Вугли так само можно назвать спокойной и деловой. Кожный выборщик уже ведает, где будет находиться участок для голосования. У будинку 11-го детячего сада их, например, одразу два. 46-й выборщий участок будет находиться у музыкальной зале. Вот тут поставить кабины и урны для голосования. Справа столы для членов комиссии. А там, где зараз находится наша видеокамера, обстанюсь место для назиральников. Правда, с уликом того, что это установка адукации, научальный процесс тут практически не спынется. Место для детерминового голосования будет находиться у иншем покое, а тому, предупрежденные раскладом занятки, будут припынены только один раз. Але поколь, головная для членов комиссии, зверка списов выборщиков. На 46-м участку их коля 2,5 тысяч человек. Але эту лечбу необходимо удокладнить. Когда у нас образовалась комиссия, всюду озвучили, что в данный период идет работа по спискам, уточнение списков, поэтому люди без проблем пускают. Списы выборщиков складались в этом году. Але на невеликий адресок часу ситуация изменилась. Некто уступил у шлупи, переехал на новое место жихарства, некто пободовал новое жилье. Члены комиссии повинны удокладнить списы и еще раз запросить людей на выборы. Комельчанка Светлана Громыко обещает прийти обовязково. Кажа удел у выборщей кампании проймала с самого початку и лечить это своим грамадянским обовязкам. Приходили, собирали подписи, мы оставили свои подписи за кандидата. Наша семья уже, ну, можно сказать, определилась. 11 обязательно, конечно, мы придем. Это естественно, это не обсуждается. Мы обязательно придем всей семьей, муж, я, сын. Алексей Чаров, Александр Александронис. Даля радует компания «Гомель». До инших тем. Коля 700 молодых специалистов отрымали свое первое прационное место в медустановах Гомельщины. У Апошния 5 годов колькость медицинских работников повеличилась на тысячу человек, але усе вакансии закрыть, пока не отрымливается. Об выражении кадровой проблемы у Светлогорском районе репортаж Марины Северьяновой. Працовать в Светлогорский район приехали 36 выпускников медицинских установок докации. Тут молодых специалистов чекали с нетерпливостью. Экскурсия в городский музей, поездка на мемориал «Багартийон», тур «Злет» примали молодых специалистов по-семейному гостинно. Кировничество Центральной районной больницы сподяется, что медики не просто приехали по размиркованию, а застанутся тут на завсёды. За пошние три годы больница отрымала самую великую колькость молодых специалистов. Серед новых супрацовников, анестезиологи, реаниматологи, нюролог, акушер-гинеколог, лаборанты-диагности, терапевты, хирург и многие иншие. Не хапая только педиатров, актуальность этой проблемы видовочна не только в Светлогорском районе. Это проблема не только для области, а для республики. Тяжело нашим педиатрам, это, как правило, туда идут специальности девушки наши, молодые. Кто-то уходит в декретный отпуск, кто-то не возвращается. Нагрузки сейчас очень большие, поэтому может бояться этой специальности. Хирург Деонис Пиншук гамельчанин. У Светлогорскую больницу трапев по размеркованию. Признается, что одразу ехать в райцентр не хотелось, але зараз молодый специалист думает инакше. Сейчас мне нравится коллектив, нравится работать, все устраивает. Основная роль коллектив, я считаю. Именно коллектив хорошо принял, поэтому все отлично. Алена Давыденко из Речицкого района на дворот выбор на коры Светлогорской больницы зарабила сама. Зараз працует медсестрой в обсервационном отделении новонародженных родильного дома. Про своих маленьких пациентов говорит с материнской першотой. Об новых коллегах с удячностью. Мне понравился родильный дом, работа здесь, коллектив очень хороший. Когда я пришла на работу, мое желание было здесь работать. Пошли на встречу все, о помощи никто не отказывал. Самый великий процент забеспечиваемости молодых медиков жилем миновито в Светлогорском районе. Коли ж квадратные метры не отрымливается продоставить одразу, молодь у Серона не застается сам насам с выращением жилевого питания. У таким выпадку компенсуется частка сродков на погашение платы за аренду квартиры. А кроме того, керавництво больницы берет на себе и организацию вольного часу для своих супрацовников. Поездки в театр, проведение музычных мероприемствов и сразумела особливая увага в спорту. Мы объявили молодежную стройку. Это бывший наш пищеблок. Мы из него делаем спортзал. И у нас через года полтора-два будет свой зал, где люди могут спокойно позаниматься каким-то видами спорта. Настольный теннис, качалка будет и бильярд. Молодь худко оценивает шматликие плюсы працы у Светлогорской больницы. Тем больше эта зацикавленность поддерживается и материально. У выпадку заключения контракта на 5 годов медики отрымливают 20-процентную надбавку до оклада. А зараз такое решение приняли 8 молодых специалистов. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадо, компания «Гомель». Супрацовники ДАИ на гэтым тыдні постарались поуплывать на некоторую напруженность у дорожным руху, якая отзначается вокруг центрального рынка у Гомелі. С гэтой метой яны провели комплекс специальных мероприемств на кераванных на выявление порушальника у правилов припынку и стоянки. Одним выписывали штрафы, до інших применили меры эвакуации транспорту. Александр Гамоля, протягне. Множество транспорту на стоянках и местах парковки – звыкла з'ява для центрального рынка у Гомеля, які окружають в улице Солянская, Карповича и Катунина. Не так давно тут отбылась реорганизация дорожного руху. Ситуация поменялась незначна. Под знаками, які забороняють припынок и стоянку, по ранейшому паркуется великая колькость автоматеров. Эвакуация транспорту часом – одинная эффективная мера уздеяния. Финансовые потери. Можно было разбежать, да? Ну, конечно. До зручного паркингу, які знаходяться побачу, а мусти доезжают не усі. Люди спробують припарковаться, як мага ближай до рынку. У выходные дні навод на тротуарах, бывая, нема де яблоку упасти. Умешиваться у транспортный коллапс доводится супрацовникам ДПС. Не всегда можно найти водителя, который нарушил правила парковки. В связи с тем, что отсутствуют телефонные в регистрационной карточке транспортного средства, для этого есть автомобиль-эвакуатор, который оперативно подъезжает и устраняет препятствия для дорожного движения путем эвакуации транспортного средства на охраняемую стоянку. Максимальный штраф за порушение правилов стоянки – две базовые величини. Это уличивающий фактор поутурности. Куда больше придется заплатить, коли машину на штрафстоянку от вязи эвакуатор. Сумма разом со штрафом в взрасте до 500 тысяч белорусских рублев. В метах стабилизации дорожной обстановки инспекторы избираются проводить подобные профилактические мероприемства регулярно у Тымлику и вокруг остатних гандлевых объектов областного центра. Александр Гамуль, Александр Александронец, Телерадиокомпания, Гомель. Завершение летнего сезона выхованцы Гомельского областного эколога-биологичного центра «Детей и молодей» вырошили означать новыми открытиями в рамках черговой экологичной экспедиции. После вознечения галонных пунктов маршруту молодые экологи отправились у Светлогорск, как доведаться об галонных на прамках деяности районного эколога-биологичного центра. Познайомилися с его выхованцами и насельниками, после чего накировались доследовать природу Черковицкого заказника. По вертанне заказника экологи завитали на хутор, зараз это туристичный объект. Доведались про таймницы легенды этого места, наведали стародауне ветранный млын, историчный помник Беларуси. Наступный день экспедиции ребята начали черговым заказнику. Накировывающаяся по экологичной стежце доведались на кольке богатый живельный и рослинный свет заказника, чем мясовые реки и озера славятся сирот туристов и провели необходимое доследование. Выники экологичной экспедиции глядите в программе Эко-школа сегодня у 17.55 и завтра у 7.25 на телеканале Беларусь-2. И на этом выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго доброго и до встречи у вечернем эфире.